Привет! Меня зовут Екатерина Нестерова. Я учусь на факультете психологии МГУ и являюсь сотрудником кафедры психологии ОПО. Прошел заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Вы ищете свою фамилию в рейтинговом списке, затем в списке победителей и призеров, и не находите. В этом видео я не буду говорить вам «не переживай, все будет хорошо». Это вообще не самое главное в жизни. В этом видео мы подробно разберем чувства и эмоции, которые могут у вас возникать, и сделаем так, чтобы вы смогли извлечь максимальную пользу из сложившейся ситуации. Чувства, которые мы испытываем в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям, психологи называют фрустрирующими. Фрустрация — это особое эмоциональное состояние, возникающее, когда человек, сталкиваясь с какими-либо препятствиями, не может достичь своих целей. В состоянии фрустрации человек переживает комплекс отрицательных эмоций — гнев, отчаяние, тревогу, раздражение, разочарование и т.д. Длительное пребывание в таком состоянии приводит к полной дезорганизации деятельности человека. В нашем случае цель заключалась в победе на Олимпиаде, а реальность — нам не хватило баллов до получения призового места. Такое состояние часто мешает нам посмотреть на ситуацию с другой стороны, увидеть то, что стоит за этой целью и то, чего мы достигли на пути к ней. А за этой целью стоит много других целей, которые мы достигли, но намеренно для себя, может быть, не отмечали. Часто оказывается так, что именно эти цели являются очень важными для нашего развития. Эти цели осознать непросто, если вы расстроены и находитесь в подавленном эмоциональном состоянии. И в первую очередь нам нужно заняться оптимизацией своего актуального состояния. Если говорить проще, то нам нужно понять, что мы чувствуем сейчас, оценить свое состояние и привести его в порядок. С чего же начать? Подумайте о том, как вы воспринимаете ситуацию. Ни для кого не секрет, что одну и ту же ситуацию можно воспринимать по-разному. Давайте попробуем разобраться в этом на примере Пети и Васи. Пети и Васи участвовали в Олимпиаде по математике, дошли до заключительного этапа. У них примерно одинаковое количество баллов, и они не заняли призового места. Петя после того, как не нашел себя в списке победителей и призеров, очень сильно разочаровался. Он решил для себя, что больше никогда не будет участвовать в Олимпиадах. И вообще математика это не его. У него нет математических способностей, и ему не дано решать Олимпиадные задачи. Петя воспринимает эту ситуацию как катастрофу, и он очень долго переживает ее. Он злится на победителей и призеров, не хочет ни с кем разговаривать и замыкается в себе. Вася также не стал ни победителем, ни призером. Но он, конечно, тоже расстроился, решил, ну да ладно, в этот раз у меня не получилось. Значит, надо понять, в чем именно я допустил ошибки. Вася воспринимает Олимпиаду как возможности. Возможность проверить себя, возможность познакомиться с интересными людьми, возможность получить бесценный опыт, возможность соревнования, в первую очередь, самим собой. Вася искренне радуется за своих товарищей, которые заняли призовые места. Он разбирает еще раз Олимпиадные задания и определяет для себя проблемные места, над которыми ему надо поработать. Вот на таком примере мы разобрали различия восприятия ситуации. В случае с Петей мы наблюдаем восприятие ситуации как травмирующей, а Вася воспринимает ситуацию адекватно. Заметьте, что оба мальчика в этой ситуации изначально были разочарованы, или говоря психологическим языком, фрустрированы. Но Петя стал развивать свою фрустрацию и распространять ее на другие сферы, а Вася воспринял фрустрацию как повод стать лучше. Восприятие ситуации как травмирующей имеет очень неприятные последствия, начиная от выученной беспомощности, заканчивая психологической травмой. Давайте поговорим о выученной беспомощности. Выученная беспомощность – это состояние человека, при котором он не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, хотя и имеет такую возможность. Например, Петя попадется в задание по математике, но он будет считать, что он не в состоянии его решить, хотя на самом деле все навыки решения подобных задач у него есть. Что же делать? Как не сдаться и не потерять веру в себя? Поговорите. Обсудите то, что вы чувствуете с родителями, близкими, друзьями, преподавателями. Очень полезно общаться с вашими старшими товарищами, которые уже прошли тот олимпиадный путь, который сейчас проходите вы. Они поделятся с вами своим опытом, вы сможете задать им вопросы и узнать, что они чувствовали, когда были в похожей ситуации. Посмотрите на то, что дала вам эта олимпиада, а дала она вам многое. Вспомните о подготовке к олимпиаде и самом участии в состязании. Вспомните, что вы познакомились с чудесными людьми, вы узнали много нового и доказали себе, что способны участвовать в олимпиадах. Поймите, что вы поставили себе высокую планку. Если у вас не получилось достичь эту планку сейчас, то это не повод сдаваться. Сам факт того, что вы участвовали в олимпиаде, показывает то, что вам недостаточно средних результатов, и вы ставите себе высокие цели. А это и есть ключ к успеху. Если мы ставим себе легкие цели, чтобы избежать неудач, то мы никогда не сможем подняться выше среднего уровня. Вам это уже не грозит, потому что вы приняли участие в олимпиаде. Сама попытка достижения высокой цели уже приближает нас к успеху. Теперь самое главное — это не сдаваться. А чтобы не сдаваться, надо работать. Извлеките для себя уроки, оглянитесь назад, вспомните о том, как вы готовились к олимпиаде, что бы вы хотели изменить в подготовке, как можно было бы сделать этот процесс лучше, чего не хватило, что было лишним. Переосмысление ведет к личностному росту и изменениям. Вам дается шанс все проанализировать и понять, где же была допущена ошибка, и в будущем ее не повторить. У вас есть уникальная возможность поработать над эффективной стратегией подготовки с учетом новых полученных знаний. Похвалите себя. Вы молодец! Вы прошли тяжелый путь подготовки к олимпиаде, и это в любом случае того стоило. Вы старались, много учились, узнавали много нового. И то, что вы не заняли призового места, не означает, что все было зря. Мы уже с вами разобрались, что это не так. А теперь я предвосхищаю вопрос от 11-классников. А что делать нам? У нас уже поступление на носу, и у нас не будет возможности поучаствовать в олимпиаде еще раз. Олимпиада – это крутая возможность прокачать свои знания по предмету. Но очень важно еще то, что олимпиада прокачивает ваши навыки стрессоустойчивости. Чем чаще вы находитесь в ситуации контроля знаний, тем лучше. Вам будет гораздо легче в ситуации сдачи ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний в университете. Поэтому олимпиадные состязания – это огромный бонус к подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. Не надо бояться не занять призового места на испытаниях. Такие ситуации являются проверкой вашей преданности идеи. Если вы недостаточно увлечены и не верите в идею победы в олимпиаде, то тот факт, что вы не победили, заставит вас сдаться. Желание добиться поставленной цели должно быть сильнее страха не стать победителем. На протяжении жизни нам даются испытания для того, чтобы вы могли думать, учиться и развиваться. Выдохните, вспомните все то, о чем мы с вами сегодня говорили и попробуйте еще раз. Я уверена, что у вас все получится. Удачи!